Итак, начнём. Аттракцион невиданной прыти сбежал при задержании, выпрыгнув в окно. Так удалось уйти от спецназа депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко, которого подозревают в попытке дать взятку детективу НАБУ. Силовики заявили, местонахождение Бабенко и его сообщника пока не установлено. Не исключено, что их объявят государственный и международный розыск. Что известно о депутате-беглеце, об этом в справке подробностей. 500 тысяч долларов за то, чтобы, цитирую, снять арест со 185 миллионов гривен, находящихся на счетах фирмы, собственником которой является Одесский областной депутат. В этом обвиняют Олега Бабенко и его сообщника. Коррупционные схемы, связанные с машиностроительной компанией Краян, спецслужбы расследуют уже несколько лет. И хотя инцидент сдачи взятки произошёл ещё в декабре, вручить подозрение фигурантам дела НАБУ и ГПУ решили накануне. Однако одесский депутат не захотел сдаваться в руки правоохранителей и сбежал от спецназа, выпрыгнув в окно. Позже на своей странице в фейсбуке он заверил, вопросы, связанные с Краяном, являются выдумкой и провокацией. От НАБУ потребовал извинений и заверил, в ближайшее время вернётся в столицу и сам наведается в антикоррупционное бюро. Мы написали сообщение Бабенко, но ответ так и не получили. Не торопятся комментировать ситуацию и в НАБУ. Там подчеркнули, к задержанию депутаты отношения не имеют. Якобы процессуальные действия проводили сотрудники ГПУ. Но в Генпрокуратуре доказывают обратное, ссылаясь на то, что следствие ведут антикоррупционные детективы. Также в Генпрокуратуре уточнили, что местонахождение подозреваемых не установлено. И не исключают, что объявят их в государственный и международный розыск. Мы выяснили, в Одессе фамилия областного депутата Олега Бабенко не на слуху. Даже журналистам, которые следят за деятельностью местных политиков. Дескать, тёмная лошадка на сессиях не выступает, в публичных мероприятиях не участвует. Единственное, год назад Бабенко засветился в скандале вокруг Укроборонпрома. Якобы через молдавскую фирму в Украину поставлялись российские двигатели для БТР. И учредители этой фирмы якобы связаны с братьями Бабенко. Такое расследование существует. Именно тогда фамилия Бабенко фактически попала в СМИ. Это вообще практически никто не знал. Также известно, что в феврале прошлого года Олег Бабенко посетил молитвенный завтрак с участием президента США Дональда Трампа в Белом доме. Входной билет на такое мероприятие удовольствие не из дешёвых. К тому же присутствующие должны были сделать благотворительные взносы. Размер подобных пожертвований мог исчисляться несколькими сотнями тысяч долларов.